Компания «Водоканал» с 2007-2009 года обслуживала сети водопровода и канализования в городе Назарово на условиях конституционного соглашения. Конституционное соглашение закончилось, оно продлевалось уже единожды 31 декабря истек срок действия конституционного соглашения. Поэтому было принято решение в декабре месяце об определении иной компании, которая на период проведения конкурсных процедур по определению конституционного соглашения занималась бы обслуживанием водопроводных сетей и сетей канализования. 7 декабря мы провели заседание КЧС, определили такую организацию. Неожиданным это не было, мы об этом говорили, об этом в СМИ много писали и говорили. Поэтому 31 декабря состоялась передача имущества. Хочу отметить, что с 14 декабря фактическая передача или осмотр имущества осуществлялся администрацией города совместно с «Водоканалом». В этом процессе принимали участие и ЦРКК, как приглашенная организация. Все имущество было осмотрено, составлено соответствующие акты, а технический вопрос передачи состоялся 31 декабря. В последний рабочий день уходящего года пришлось принимать это хозяйство водопроводно-клавиационное. Сложность была именно с процедурой перевода персонала, поэтому мы заранее за две недели до окончания года создали структурное подразделение в городе Назарово, утвердили штатное расписание. И было предложено работникам на тот момент «Водоканала» подать заявление на перевод на работу уже в ЦРКК для тех, кто изъявит желание. Более 250 человек такое желание изъявили, на сегодняшний день трудоустроены, находятся на рабочих местах. Что касается самого имущества, которое получили, нельзя сказать, что оно прямо в плачевном состоянии, особенно водозаборные сооружения, очистные сооружения. Да, оборудование старое, да, изношенное, это никто не скрывает, но довольно, в принципе, неплохом эксплуатационном состоянии. После насосной станции первого подъема вода исходная, которая поднимается на блок очистки, подается двумя насосами вот сюда, в пухлевые два смесителя. Здесь происходит смешивание воды с реагентами, после чего вода с этих смесителей подается уже на осветлители коридорного типа с озвешенным слоем осадки. Здесь в этих осветлителях происходит копеобразование, то есть отделение от воды грязи. Далее по сборным лоткам она уже переходит на фильтра, после чего, ну, вода фильтра фильтруется, после чего уже уходит в резервуат чистой воды для накопления. С сетями ситуация несколько сложнее, но эта работа еще нам предстоит буквально в ближайшие месяцы провести полное обследование, провести инвентаризацию сетей, сделать, составить дефектные ведомости, отдефектовать, и от этого будем уже планировать дальнейшую работу в рамках, во-первых, у нас есть обязательства перед администрацией по подготовке конституционной документации в рамках конкурса, поэтому эта работа будет выполнена. А во-вторых, будем строить планы, потому что планируем также участвовать в этом конкурсе, планируем убеждать. Компания с задачей на сегодняшний день справляется. Новогодние праздники, вот жители города здесь стоят, не дадут мне слукавить. Здесь город получил услугу в полном объеме и должного качества. По платежам, как я обещал ранее, в начале самого пути по заходу на временную эксплуатацию, мы постарались выстроить максимальное отношение с предыдущей организацией, чтобы она всю информацию нам передала, чтобы потребители этого не почувствовали. На сегодняшний день мы заключили договор на кассовое обслуживание с ЕРКЦ, агентом предыдущей ресурсонабжающей организации. Поэтому потребителям первая квитанция за воду и водоотведение за январь месяц пойдет, как и положено, до 10 февраля, будет представлена. То есть потребитель будет такую же квитанцию получать, как и ранее. Туда же может обращаться в то же окошко, принцип одного окна, это в ЕРКЦ. И оплата будет осуществляться в том же самом порядке, по тем же самым тарифам. Тарифы в коем случае не будут изменены. Субтитры создавал DimaTorzok